Мир вам, братья и сестры! Всех сердечно приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа! Сегодня молитва о гонимых, страждущих братьях и сёстрах. Заповедь апостола Павла была такая. Послание к евреям, 13 главе. Он говорит, помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Мы помолимся на это собрание. Наш Господь, сердечно благодарим Тебя за этот день прожитый, за то, что по милости Твоей мы хранимы и живы, Господи, и имеем эту относительную свободу собираться, иметь общение, Слово Твое проповедовать. Слава Тебе за эту милость, Господи! И в то же время многие братья наши и сёстры страдают, находятся в заточениях, многих умершляют за имя Твое. И мы на руках молитвы всех их приносим к Тебе. Мы одно тело, мы одна церковь. Господь, благослови, помилуй, укрепи и поддержи Твой народ всех страждущих. Благослови это наше собрание. Даруй Слово братьям от Тебя. Даруй дух молитвы, чтобы мы молились за страждущих, чтобы мы сострадали, разделяли, Господь, эту скорбь духовно и душевно. Прибудь с нами, Господи, и будь прославлены через это служение. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Мир, слабо, молитвы и кричей, И не в песнях жизнь души моей. Вся нас закрыта во кресте, Все мои источники в Тебе. Видишь ты забот твоих волну И даешь мне в сердце тишину. Все желания приношу Тебе. Все мои источники в Тебе. Силом рожьем не в трубом грозит, Но души Господне имя щит, Молою победу даром мне. Все мои источники в Тебе. Ты моя опора и покой, Крепость и покой, спаситель мой. Вечное блаженство дам Ты мне, Все мои источники в Тебе. Вечное блаженство дам Ты мне, Все мои источники в Тебе. Ты моя источники в Тебе. Ты мой источник в Тебе. Зажигает рука Твоя, Господи, Сила Твоя всю вселенную держит, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И это не что-то такое, ну, знаете, необычное или как, ну, что-то случилось, что вне воли Божьей или вне планах Божьих. Братья и сестры, вопрос на размышления. Я хотел бы вам задать, какие обстоятельства в жизни нашей благоприятны для нас, как для верующих, как для детей Божьих. Вот в какие обстоятельства нас нужно поместить, чтобы мы, как дети Божьи, именно как верующие люди, ну, чувствовали, так скажем, комфорт. И вот это то, что нам нужно, как верующим людям. Это просто вопрос нам на размышления. Я не хочу, чтобы мы сейчас, ну, как бы, отвечали. Но, размышляя вот об этом, я пришел к выводу, что никакие обстоятельства, они не будут способствовать нашему благу. Потому что во всех обстоятельствах того или иного рода искушения, времена благодатные, есть искушение расслабиться, бдительность потерять, бодрость потерять, бодрствование потерять. В гонениях есть искушение от них отказаться, испугаться, спрятаться, не принять их. В изобилии так же самое есть искушение облениться, опять же расслабиться. В нищете или в трудностях есть искушение возроптать и, может быть, начать красть и так далее. Никакие обстоятельства, братья и сестры, они не способствуют нашему благу, как верующим людям. Вот как бы в такой форме, с другой же стороны, братья и сестры, мы читаем такие слова, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И гонения, и радости, и переживания, болезни или здоровья, любящим Господа, все содействует ко благу. Почему же так? Казалось бы, такое противоречие. Мы находимся в плоти нашей, и искушения, они направлены на плоть, по плоти, чтобы нам поступать, не по духу. Дьявол вот направляет все эти искушения, чтобы нам поступать по плоти, не внимая закону Божьему, не слушая закона Божьего. И, напротив, когда мы любим Господа, то все обстоятельства будут нас обращать к Господу, и взор наш будет направляться к Господу. Мы сегодня будем молиться, благодарить Господа за то, что, как мы уже прочитали, Он нам оставил пример. Он претерпел многое и сказал, чтобы мы шли по Его следам. И мы встретимся со скорбями, мы встретимся в той или иной мере, с большими или меньшими скорбями и переживаниями, встретимся, братья и сестры. Будем принимать это как благо для себя, как особую заботу и попечение Божье о нас. Все-таки в трудностях взор наш больше к Богу обращается. Мы будем вспоминать о тех, кто переносит скорби и страдания. И, вспоминая о них, будем просить Господа, конечно, о том, чтобы послал и облегчение. И если какие-то чрезмерные страдания и скорби, чтобы было вот это и физическое облегчение. Но больше, братья и сестры, будем просить о том, чтобы Бог силы дал перенести. Чтобы вот в этих обстоятельствах Слово Божие возвещалось и воссияло с еще большей силой для окружающих людей. Чтобы вот через эти страдания, скорби, переживания стало еще больше известно имя Господне. И оно прославится. Я вспоминаю, когда несколько лет назад в Казахстане собирались принять закон, который во многом ущемлял бы вероисповедание, по крайней мере, христиан, протестантов, баптистов и других. И, ну, были, как бы, переживания и такие, ну, разговоры, общались, вот мы в социальных сетях, ну, мысли высказывали. И, как бы, мысли, надо молиться. Надо молиться о том, чтобы Бог не допустил этого. Ну, это как-то, ну, беззаконие, это нарушение, там, прав человека и так далее. Это как-то против Конституции идет и так далее. И молиться, и поститься надо, вот, чтобы Бог и вразумил, ну, чтобы не прошел этот закон. А один брат, мне запомнилось, говорит, меня больше, братья и сестры, волнует то, если этот закон пройдет, чтобы вот в этих ситуациях остаться детьми Божьими и не потерять той цели и мысли, и смысла жизни, чтобы продолжать возвещать Слово Божье вот в таких ситуациях и обстоятельствах. И мне кажется, вот это более правильное, чтобы мы во всех, в любых обстоятельствах стремились к тому, чтобы Слово Божье возвещалось, и оно было бы известно всем человекам. Согласимся, братья и сестры, вот мы живем долгое время уже здесь, в условиях, ну, таких комфортных. Разве мы все сделали, что можно от нас лично, чтобы Слово Божье возвестить окружающим нас? Далеко не так. Поэтому, да поможет нам Господь, чтобы в благодарностях, что Господь и в этом милость оказывает нам, но чтобы было вот эта мысль и желание возвещать Слово Божье. Чтобы Господь был известен среди людей больше и больше, чтобы свет Его больше и больше распространялся и сиял и через нашу жизнь. Будем вспоминать о тех, кто переносит скорби и страдания и трудности, и молиться о них. Помолимся Господу. Аминь. Не унывай, Господь всегда с тобой, Неси свой крест, в страданиях не общи, В руках Творца и ты и жреби твой. Он верен нам, он верен нам, Общенья с ними ищи. И унывай, и унывай, Земло им все пройдет, На небесах, на небесах, на небесах, Нас дом отцовский ждет. Не унывай, Господь руководит, Грядущим так, как прошлым управлял, Ему лишь верь, ничто да не смутит, В свой час поймешь, В свой час поймешь, Зачем ты здесь страдал. Не унывай, не унывай, Земло им все пройдет. На небесах, на небесах, На небесах нас дом отцовский ждет. Не унывай, уж близок славный час, Когда с Христом мы будем навсегда. В любви святой отрет нам слезы с глаз, Исчезнет скорбь, исчезнет скорбь, Забота и нужда. Не унывай, не унывай, Земло им все пройдет. На небесах, на небесах, На небесах, на небесах, На небесах, на небесах, Нас дом отцовский ждет. Как хорошо, что я тебя имею, Как хорошо, что ты всегда со мной. Ложу, стою, работаю, болею, Везде стоишь, ты за меня горой. Ты настоящий друг и самый вечный, Лишь ты один пребудь со мной всегда. Ты везде сущий и бесконечный, Тебя я не оставлю никогда. Болит ли плод, или душа страдает, Ты боль снимаешь люблящей рукой. Тоскует сердце в горе и рыдает, Ты помогаешь и даешь покой. Ты настоящий друг и самый вечный, Лишь ты один пребудь со мной всегда. Ты везде сущий и бесконечный, Тебя я не оставлю никогда. Кто может быть роднее и прекрасней, Чем Иисус, друг и спаситель мой? Что может быть страшнее и опасней, Чем потерять тебя и связь с тобой? Ты настоящий друг и самый вечный, Лишь ты один пребудь со мной всегда. Ты везде сущий и бесконечный, Тебя я не оставлю никогда. Тебя я не оставлю никогда. Приветствую, братья и сестры. С Новым годом поздравляю. Я еще не поздравлял в этом году. Итак, сегодня у нас особая молитва о гонимых, о страждущих братьях и сестрах. И я хотел обратить внимание вместе с вами на то, что вот в наших этих буклетиках мы благодарим Господа. За что мы благодарим Господа? Вот такие два момента здесь очень важные. За то, что Он сам переносил страдания и стал для нас примером верности даже до смерти на Голговском кресте. И второй пункт тоже так, похожий. За то, что Он предупредил нас о трудностях и обещал свою верную помощь в их преодолении. И третий, за то, что страдания ради Ивангелия приближают нас к Нему и друг другу. И потом за свободу вероспределения, которое есть еще во многих странах, вот и в нашей стране. Но я хотел обратить внимание на то, что здесь наш взор как бы переносится на Иисуса Христа. Я прочитаю вот это место, которое здесь предлагается. Ебреи 2 глава 17 стих и 12 глава 2 и 3 стих. «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Я в эти дни размышлял о такой вещи. Вот Иисус Христос за нас пострадал. И задумывались ли мы над таким вопросом, зачем это было нужно? Ну, я поясню, что я имею в виду. Мы все сразу ответим, ну, за наши грехи. Ну, понятно, что за наши грехи. Ну, давайте сравним, вот, Ветхозавет не в жертву. Как приносилась жертва? Предположим, телец, ну, бычок по-нашему. Привели его, привязали его роги к рогам жертвенника веревкой. Переходит священник с ножиком специальным. Короткое движение. Бычок падает на землю с горла кров. Мгновенная смерть. Священник собирает кровь в специальный сосуд, чтобы дальше по закону совершать очищение, обряд и так дальше. Ну, ведь бичка ж не бичевали перед этим. Ну, ведь его ж по ушам не били, этого бичка. Ну, ведь не плевали же у него, этого бичка. Почему Христа перед тем, как его казнить, почему его били, бичевали, плевали, и почему смерть сама была мучительной и долгой? Казнь. Вот в чем вопрос. Почему на него просто мгновенная смерть? Почему Христос должен был претерпеть? И на этот вопрос полного ответа я нигде не нашел. Да, это входит в наше искупление. И почему оно входит? Потому что грех испортил и исказил все сферы жизни. И мы во всех сферах жизни на самом деле страдаем. У меня еще будет тема о страданиях чуть позже. Но я как бы немножко, не то что предварительно, а просто размышления к нашей сегодняшней теме. Но Христос также пострадал для того, чтобы никто, ни один из людей, живущих на земле, никогда не сказал, Господи, да понимаешь ли ты, в каких обстоятельствах я нахожусь? Да понимаешь ли ты, как мне больно? Никто из живущих на земле никогда Богу не посмеет сказать, Боже, ты там на небе где-то там, тебе хорошо в неприступном свете. Ты не знаешь, каково оно здесь. Нет, он знает, каково оно здесь. Именно для того он и пришел и родился во плоти, чтобы все претерпеть. И поэтому те, кто страдает за Христа, особым образом благодарят Бога за то, что Он их как раз и понимает лучше всех. Господь Иисус Христос сам претерпел, потому что сам Он был узником, сам Он был в неволе, сам Он был под арестом, сам Он был под несправедливым обвинением и неправедным судом, и поэтому для всех, кто страдает за Его имя, Он сам и есть наибольшее утешение и поддержка, и пример. И потому и сказано, взирая на Него, мы никогда не ослабеем душой, когда мы претерпеваем земные скорби, любые скорби, в том числе и скорби неволи, уз, поношений, гонений за имя Иисуса Христа, а также разных других скорбей много сейчас. Мы сейчас вспоминаем наших друзей. Вот здесь я обратил внимание, такая картинка, если вы обратили внимание, шестой день, и вот что здесь такие символические такие картинки? Разрушенные дома. Ну, вон они, разрушенные дома. Ну, понятное дело, от чего они разрушены. Вот где-то снаряд тут упал рядом. А вон она зона. Вон она зона, колючая проволока, вышка, солдат, тоже знакомая картина. И те, и другие нуждаются в утешении, поддержке, и наибольшая поддержка – это Сам Господь Иисус Христос. И если Он говорит, что я вас не оставлю, не покину, то в этом есть особый смысл. особый смысл, ну, в том смысле Он не покинет, что Он говорит, да я знаю, я знаю, я сострадаю и поддерживаю именно потому, потому что Сам это пережил. Господь предупредил нас о трудностях и обещал Свою верную помощь в их преодолении. Я просто сейчас вспоминаю из своего небольшого опыта такие некоторые моменты. некоторые я уже рассказывал, но просто они как-то всплывают в памяти. Первая ночь, которая вот после ареста, и первая пятница, пятница – это же пост был у нас, и первый Новый год, первое Рождество, вы это сейчас вспоминаю, прокручиваю, и как Господь помогал. Просто хочу похвалиться Господом, братья и сестры. Ну вот, первая ночь. Первая ночь, такое помещение, там у нас в Харьков, в Холодных горах, кто знает, тюрьма, Николаевская называют, царь Николай строил какую-то там, в форме буквы Н. Подвал, полуподвал, эти своды такие, полу... асфальт, просто асфальт. Нары такие упираются, второй этаж, мне там дали на втором этаже, место, вот, уже под своды такие. Ну что же делать? Вот ночь настаёт. Надо же как-то молиться, ну где же молиться? Ну тут кругом полно народу, человек, наверное, 30, там в камере небольшой такой. Ну думаю, ладно. Раз мне дали место, значит, я пойду на это место и преклоню колени, и буду молиться. Так я и сделал. Встал на колени, и так вот, предался молитве, и ничего не слышу, не знаю, что там делается. Оказывается, там что-то делается. Оказывается, на меня там смотрят, и договорят, давай я сейчас всё ботинками закидаем этого святого. Ну я этого не знаю, это мне потом рассказывали. А там нашёлся один такой парень такой, хороший спортсмен, здоровяк такой. Ну там, знаете, сами в этих местах уважают физическую силу. И он говорит, вы попробуйте только тронить, со мной будете иметь дело. Ну так все притекли. Потом на следующий день разговорились, ты, говорит, верующий? И я говорю, да, верующий. А ты знаешь, что такое там вот с одного посёлка? Знаю, там наша соседняя церковь. Ну это моя тётя, говорит, она верующая. А я вот пошёл такой дорожкой, стал спортсменом, институт закончил, физкультуру, накачался, ну и там не удержался, одному дал, короче, потому что сила есть. Ну по 206-й там за хулиганство вот попал. Ну если к тебе кто тронет, то ты мне говори вот так вот. Планировал ли я? Нет, не планировал. Господь позаботился. Я просто Богу молился. Сколько мне лет было? 19 лет. Как раз исполнилось. Ну а тут наступает пятница. Пятница день поста у нас в отделённом братстве день поста. Ну паёк, сами знаете, кто знает, кто не знает, но в тюрьме паёк не такой, как здесь в Америке, конечно, вот у нас. Более скудный. Ну и я так как бы себе думаю, ну как тут мне по пятницам поститься или не поститься. И сильно как бы тут не поправишься и как бы и не похудеть бы совсем. Ну и потом решил, нет, а я буду поститься. Буду поститься. Ну, не ем. Ну, на меня смотрят, там у них это всё по-другому объясняют. Ты что, голодаешь? Там объявляли голодовку. Голодовка виляет, что-то дам добиться своих каких-то там прав, я не знаю, там. Объявляли голодовкой надо. Это заключённые. Не, я говорю, не голодаю. А что такое? И у меня, говорит, я говорю, пост. А зачем он тебе нужен? А, говорю, чтобы дух укреплять. Он так посмотрел на меня, там один такой. А, правильно. Вот дух-то тут как раз и надо укреплять. Давай, говорит, укрепляй дух. Правильно, говорит, твой выбор. И для меня таким ободрением было, братья и сёстры. Господь меня через этого человека ободрил. Дух надо укреплять. А плоть не пользует немало. И, вы знаете, ничего с плотью с моей не сталось. Ничего не сталось. Как это говорят, там были бы кости, а мясо нарастёт. Не проблема. Кости целые. А вот наступил первый Новый год и первое Рождество. Я его встречаю во львовской пересыльной тюрьме. Везут не знаю куда. Ну, на этапе везут. Они же не говорят, куда тебе везут. Тайна-то как бы такая государственная. А я как раз заболел. Была зима, и там столыпи не как-то продуло. И больной. Вот тут сейчас ноги тут болеют. Некоторые даже и на собрании. Я сам болел вот в эти дни. Ну, тут как, болеешь, что тут всё хорошо, тепло. А там холодно, так неуютно. И лежу я на нарах и так молюсь. Господи, пошли мне какое-то утешение. Да ещё и не знаю куда везут. Пошли какое-нибудь утешение мне. И вот я слушаю. А как раз это было 6 января на 7, значит, Рождество по старому стилю. Тогда что-то праздновали. И сейчас ещё там празднуют. И вот ты слушай. Утром радио, подъём радио, там включает и продуктор. Ну, пропаганда там какая-то там, как обычно. Кто в те времена жил, знает. По радио там везде всё одно передают. Про партию, про достижения, пятилетка, что-то такое. И потом после этого музыкальная программа. Я слушаю, её не объявляют. Сейчас большая капелла, государственный хор исполнит произведение, значит, А мы как раз это произведение перед этим учили. И это называется Херувимская песня Бортнянского. Дмитрия Бортнянского. Хористы поют, да? Вот это. Вот эту песню передают братья и сёстры. Да вы не можете себе представить, как моя душа обрадовалась. Господь меня так утешил. И вот, что Господь показал. Через вот эту как бы репродукторную коммунистическую пропаганду на Господу надо было вот послать своему чаду утешение. Утешение. Верен Господь. И жив Господь. А вот насчёт молитвы. А по-разному, знаете, было дело с молитвой. Вот я как-то уже рассказывал, такой момент был. Опять же, зона, сразу тяжёлая работа, камень. И сил нет просто. Просто нет сил, физических сил. Вот так придёшь, завалишься себе там, и есть даже неохота. Даже этот паёк не хочется есть. Сил нет. И я молюсь, Господи, да пусть ты за меня кто-нибудь сейчас помолится. Ты видишь, Господи, мне просто нет сил молиться. И услышал Господь. И я об этом узнал потом, спустя много лет, когда послали меня в Англию. И там познакомился я с одними сёстрами-христианками, они уже пожилые, так, она уже ушла в вечность. И вот она рассказывает. А ты знаешь, говорит, брат, вот так вот, вот так подумал, что ты в твоей делу, тут какую-то уборку. Она уже была пожилая, дети выросли, она одна жила. Мужу я бросил, когда она убировала. И вот я что-то делаю, и тут Дух Святой мне говорит, становись на колени и молись. Собрать, которые там в России. И я, говорит, становлюсь и молюсь. И меня, говорит, Дух Святой не отпускает. Несколько часов стою и молюсь. И я потом понял, кто за меня молился. Оказывается, вот кто за меня молился. Наверное, не одна она. Потому что очи Господа обозревают всю землю. И мы составляем все одно тело. А вот сейчас мы пришли тоже помолиться, братья и сестры, за тех, кому, может быть, нет силы молиться сейчас. Или нет возможности. Так вот, мы поблагодарим сейчас Господа за то, что Он такой Бог, реальный Бог. живой Бог, который нас не оставляет и не оставит и в скорбях, и в страданиях. Почему? Потому что Сам Он претерпел. И поэтому может искушаемым помочь. Может. Он может. Реально может. Может сочувствовать. Может сострадать. Может быть рядом. И здесь еще такой интересный пункт. Страдания ради Евангелия приближают нас к Нему и друг к другу. Это тоже правда. Никогда у меня в жизни не было столько много друзей, как тогда в тот момент. потому что по письмам по одним мне приходило в день по несколько письм из всего Советского Союза. Братья и сестры, вот что значит сближает нас путь в этих обстоятельствах. А у нас тоже, кстати, есть возможность кому-то написать письмо. Есть возможность. есть специальные службы христианские, которые занимаются этими вещами, вопросами, координаты дают. Мы можем пожертвовать на какую-то семью, на какие-то нужды, написать ходатайство за кого-то можно написать, какое-то правительство, какую-то страну. Вот это оно и есть. Вот это оно и есть, то, что сближает. Сближает. Итак, братья и сестры, мы поблагодарим за то, что все это есть, и за то, что у нас еще есть свобода здесь, вероисповедание. Тут брат меня спрашивает перед молитвой, а как вот в те годы вы рассчитывали на то, что будет свобода? Не рассчитывали. Мы рассчитывали на следующий срок. Вот на что мы рассчитывали. А на свободу мы не рассчитывали. Она пришла не потому, что мы что-то там добились, а потому, что Господь взял и перевернул страничку. Все в его руках. Цари земные, правительство, система, мы, кстати, это видим вот здесь и в этой стороне. Один момент Господь переворачивает, по-своему делает. Слава Богу за то, что Он над всем властелин. дана мне всякая власть на небе и на земле. И все с вами все дни. До скончания века. Аминь. Поблагодарим нашего Спасителя. Аминь. Спасителя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 христиан подвергаются гонениям, различным гонениям. Мы с вами здесь живем, и нам кажется, ну, наверное, везде так. Хотя, мне кажется, нам с вами, как никому другому, свежи те события, которые происходили в Советском Союзе в прошлом столетии, совсем не так давно. И я так подумал, что кому, как не нам, сегодня вместе взывать Господу о тех наших братьях и сестрах, которые терпят лишения, терпят гонения за то, что они верят в того же Господа, в Которого верим мы с вами. Десятки тысяч христиан находятся в заключении. Как я уже сказал, нам помнится вот то, что было в Советском Союзе, и когда все это закончилось, когда Господь остановил это, и мы как-то успокоились, братья и сестры, но оказывается сегодня так же, как и тогда, страдают дети Божьи. Более чем в шестидесяти странах мира христиане терпят гонения. Это получается, что каждый десятый христианин подвергается каким-то гонениям. Христианство занимает первое место по преследованию. Знаете, пока мы праздновали Рождество, в Египте, согласно данным МВД, в Копской церкви 11 человек были убиты в ходе теракта, в том числе полицейский, дежуривший возле церкви. 14 человек, которые выходили в полночь из храма после богослужения, по случаю начала нового 2018 года, в Нигерии стали жертвой напавших на церковь террористов. Это происходит постоянно. Мы читаем в Слове Божьем, что страдает ли один член, страдает все тело. Я бы хотел сегодня, брат первый говорил, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня здесь проверили свою любовь к Господу. Вы знаете, от этого многое чего зависит. Я бы сказал, что от этого все зависит. От нашей любви к Господу и где она находится. Если мы любим Господа, и как первый брат говорил, то те обстоятельства, в которых мы сегодня находимся, они не послужат для того, чтобы мы отошли от Господа. А в этих свободных обстоятельствах мы можем найти возможность славить Бога. Мы можем найти возможность молиться о тех людях, которые находятся совсем в других обстоятельствах. И кто знает, говорит Мардахей, может, для сего времени ты достигла этого положения. Может, для сего времени Господь подарил нам эту возможность иметь этот мир, иметь этот покой, и как мы его сегодня используем. Я не буду больше ничего говорить, зачитаю эти нужды. Я хочу, чтобы мы помолились. Хочу, чтобы мы помолились, братья и сестры, о том, чтобы наши друзья, терпящие крайнюю нужду в зонах стихийных бедствах, войн, эпидемии, голода и преследований, остались верными Богу. Хотя я так рассуждал и думаю, у них-то как раз-таки, наверное, и больше силы, чем у нас с вами. Потому что, когда христиане страдают, они как-то ближе к Господу идут. О том, чтобы жизнь христиан, переносящих страданиях, была достойна подражания. Помолимся о том, чтобы Он помог нам преодолеть равнодушие к судьбам страждущих христиан и с ревностью оказать им практическую помощь. Я когда это прочитал, братья и сестры о себе подумал, как часто я бываю равнодушен, как часто я не замечаю, что кому-то плохо, что кто-то нуждается. И нет этой ревности такой большой, чтобы помочь окружающим меня людям, которые находятся в нужде. Также мы помолимся о личной верности и доверии Ему, чтобы без сомнений и ропота переносить лишения ради Христа. Давайте мы склонимся и вновь откроем наше желание перед Богом. Помолимся Ему. Аминь. Звучит песня. Звучит песня. Буду ждать, продолжая путь в уповании своем. Звучит песня. 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 А тогда было, собрание идет, идет, а тут голос такой через мегафон. Граждане верующие, ваше сборище незаконное, просим всех разойтись. Я думаю, вы бывали на этих собраниях. Особо было тяжело, когда вечерю разгоняли. И тогда делали собрание раньше, старались утром раньше, часов с семи провести, чтобы успеть вечерю совершить. Потому что в милиции в восемь часов, по-моему, там наряды менялись. И после этого они приезжали уже. Проходили все это, братья и сестры. Ну и кто-то сейчас проходит, будем помнить. Будем помнить их. Нам Господь дал эту возможность жить вот в этой свободе. Но не забывать, помнить, страждущих, как и сами находитесь в теле, и узников, как бы и вы с ними были в узах. Разделять с ними. А брат в молитве выразил, а для Бога границ нету. Для Духа Святого нету границ. Вот мы статистику послушали, сколько страждущих, сколько страдает под пытками и умирают. Жизнь отдают. Они не погибают, они жизнь отдают за Господа нашего. Поэтому будем помнить о таких. Завтра будет молитва о нашей верности Богу до славной встречи с Господом. Будем благодарить Господа за то, что всем верным христианам Он приготовил прекрасное будущее. И молиться Богу, чтобы Господь нас приготовил к этой славной встрече, чтобы каждый из нас мог услышать хорошо, добрый и верный раб. Собрание будет с шести часов вечера, завтра суббота. И в воскресенье у нас будет вечеря Господня. Будем готовиться к этому. Сейчас помолимся. Наш Господь, мы благодарим Тебя за это собрание, за слово Твое, которое умиляет наши сердца, чтобы мы были сострадательны к тем, кто страдает. Мы благодарим Тебя за наших дедов и отцов, которые донесли через гонения и трудности эту благую весть и нам передали. Господи, помоги нам быть верными и передать детям нашим. Вот в этом испытании свободой, которое надо пережить и устоять, и Тебе верным оказаться, это тоже трудно. Помоги молодежи нашей, укрепи их, поддержи Господи, чтобы они оказались в этих условиях верными Тебе. Господь, благослови нас всех и благослови тем, кому очень тяжело, кто ослабел, кто охладел. Господь, поддержи каждого вот в этих скорбях, которые переживают дети Твои в разных странах. Услышь наши молитвы, да придут они к престолу благодати, и пошли, Господь, утешение тем, которые в этом нуждаются. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.